Друзья, всем привет! Сегодня 20 мая, Московская область. Буду показывать вам свои цветники. Это миксбордер ривьера. Я его создавала с 2020 года. Он располагается вдоль фасада дома и вдоль забора. Постараюсь вкратце рассказать о растениях, но на некоторых более подробно остановлюсь. Начну с этого участка, который располагается вдоль фасада дома. Если помните, здесь по бордюру у меня была высажена овсяница сизая. Я выращивала из семян. Вот они и остались две кочки всего лишь. Остальные все вымокли и высохли от обильного снегопада в этом году и от ледяной корки. В общем, убрала я эти все кусты, засыпала землей и пускай разросается тимьян ползучий. Тимьян ползучий это один из моих самых любимых почвопокровных растений. Вечно зеленая пряная травка, низкорослая, хорошо закрывает голую землю и забивает сорняк. Вот такая зеленая полянка. Очень нарядно смотрится. Пиндула листница покупала вообще малышкой. Разрослась очень хорошо. Ей уже три года. Хосты. Вот эти две гибридные хосты, они ранние, поэтому их затронул очень сильно майский заморозок. Я убрала эти листья коричневые, чтобы куст более декоративно смотрелся. Ну, вообще, очень сильно повредил мороз листья. В этом году очень и очень плохо перезимовала лаванда. Вы знаете, лаванды у меня очень много кустов. Я ее выращивала всю из семян, черенкованием. И вот так выглядят кусты. То есть, все, эти кусты уже не живые. Я их буду убирать, просто пока не убрала, чтобы вам показать, что все, с них уже толку никакого не будет. Уберу. И, возможно, что у меня есть в рассаде немножко лаванды семенной. Возможно, сюда досажу, а может быть нет, я еще подумаю. В этом году очень плохо на штампе перезимовала сосна. Вот так она выглядит. Это не хвоепат. Я не знаю, что это ржавчина, не ржавчина. Но, в общем, я, значит, обрезала ее. Прям вырезала очень много веток, обработала. Я все хвойные обработала уже ракурсом, пеноцидом. Но вот пока она не отходит, эта сосна. Мы посмотрим, что будет. Растет у меня уже 4 года, 4 зимы. И вот в этом году, вот как никогда. Гортензии крупнолистные. Это 2 гортензии. Вот эта и вот эта. Это из серии So Long. So Long Sunny и So Long Rose. Вот так она выглядит в мазике. Когда были морозы, я, конечно, их закрывала, знаете, лучше, чем зимой. В общем, вот такая она, видите, маленькая. Но я думаю, отойдет и цвистена будет, потому что это ремонтантные сорта. Вот они в хосты у меня все высажены. Они попозже вышли из зимы, из земли. Поэтому их не сильно тронул мороз майский. Почвопокровники. Вот они растут. Dragons, по-моему, сорт. Вот они, горные сосны. Отлично вышли из зимы. Гортензии. Метельчатые. Вот это самое хорошее. Ее не сильно тронул заморозок. А вообще, конечно, лисе в этом году у гортензии очень сильно повреждены. Это листеница сеппипер японская. Растет у меня уже тоже здесь 4 года. Я штамп подняла. Вообще, я отдельно сделаю, значит, видео о листеницах, которые у меня растут. На участке их сколько у меня? По-моему, 5 листениц. Расскажу вам более подробно, как поднимала штамп, чтобы увеличить. Эта листеница, видите, она была изначально 1,5 метра, то есть маленькая. Я подняла штамп. Но это будет уже отдельное видео. Хаутюния. Все, что вышло перед майскими заморозками, все замерзло. Она поздно выходит из земли. Но все, что вышло, все тронул заморозок, видите, все, что сейчас выходит, уже хорошее. Она не ранее, это не ранее растение, поэтому хорошо, что она попозже выходит. Вот гортензия метельчатая, тоже неплохо, в принципе. Горная сосна. Это листеница корник. Я ее подстригла шариком. Это прямо стоячая лестница, прямо растущая, если это по куче формы, и пендула, и севвипер. Это прямо растущая, то есть ее нужно подстригать. Если не будете подстригать, то она будет просто ввысь расти, и будет такая раскоряка. Поэтому нужно периодически ее вырезать внутри, чтобы она сильно не загущалась крона. И обрезать. Вот я ее обрезала, наверное, перед заморозками, в общем, в апреле месяце. Здесь аквилеги. Смотрите, как хорошо поднялись. Кстати, аквилеги мороз вообще не тронул. Это морозник. Уже тоже, видите, цветает. Вот они цветочки уже вледнеют. Все, будет одна листва скоро. Вот она лаванда, видите. Плохо, как она вышла из зимы. Вот этот весь бордюр практически я весь буду убирать. Здесь вот более-менее вот эти два куста, и то они, видите, их распластало как льдом. Потому что был наст. И ее прижало очень сильно. Вот это все буду убирать. Так, давайте зайдем. Видите, здесь у меня, опять-таки, я рассаживаю потихоньку этот чабрец. Как вы помните, здесь у меня был кизильник блестящий, кизильник горизонтальный. Тоже вечно зеленый пучевопокровник, но он чуть выше, наверное, 10-15 сантиметров от земли подымался. Но он такой, знаете, легкой подушкой рос. Я его убрала. Объясню почему. Потому что его, я поняла, что нужно сажать как монопосадку все-таки. Потому что забивает он растений. То есть, если у вас будут расти где-то хосты или барбарисы низкорастущие, то он сверху накрывает и глушит все растения. Поэтому его нужно сажать или среди вот таких высоких, допустим, можжевельников в ноги, да, или монопосадкой. Забивает очень сильно и ничего не растет. Поэтому я убрала и посадила сюда. Сейчас это, конечно, очень плохо видно. Это мои черенки гортензии метельчатых. Они были все зеленые, но, видите, мороз ударил. Но я надеюсь, что здесь отойдут почки, будут. Здесь хосты, видите, у меня. В общем, вот они, гортензии. Это мои черенки прошлогодние. Кстати, они были в прошлом году уже цветущие. В трехлитровых горшках уже росли. Сделала низкую обрезку. Видите, мороз. Вот он, прабарис. Вся середина полностью высохла. Пришлось обрезать. Такой красивый прабарис. Ну, здесь хвойные. Это скальные можжевельники. Блю и Роу. Они у меня здесь вдоль всего забора высажены. Вот тоже не очень хорошо перезимовал. Это минжулип, можжевельник. Пришлось вот эту всю середину мне вырезать. Она была просто сухая. Здесь лед лежал со снегом. Вот так вот. И осталось, видите, здесь там сколько? Пять лап оставила и все. Вот они уже на цвету. Это аквилегия. Это все из семян я выращивала. Здесь разные аквилегии. И махровые, и простые. Очень красивые. Отцвел репчик королевский. Очень красиво. Смотрите, какое красивое. Это я из Сочи привезла в прошлом году. По-моему, это морозник. Вот у них аквилегия. Красавица. Мне они очень нравятся. Из семян лилии. Я их накрывала. Видите, немножко коричневые. Я их накрывала. Они были маленькие. Накрывала горшками большими. Поэтому не особо их тронул мороз. Вот они, гортензии. Это гортензия крупнолистовая. Я покупала в прошлом году. Три сестры, по-моему, называется. Полностью все было в листиках. Видите, я все пообрезала. Вот, слава богу, идут почки. Посмотрим, что будет. Вот такая красивая на штамбе голубая ель. Смотрите, уже раскрыла все приросты свои. Это колючая. А приросты очень мягкие. Небесно-голубого цвета. Штамп очень низкий. Видите, там даже ножки не видно уже. Так, пошли дальше. Смотрите, как красиво смотрится чабрец ползучий. Это буквально я рассаживаю небольшими такими куртиночками. И он разрысается. Образует такую общую поляну. Зеленую, вечно зеленую. И пряную. Я хожу по этому чабрецу. Главное, его не затоптать. А ходить даже хорошо. Знаете, почему? Потому что он, значит, приподнимается от земли. И образует такую воздушную шапку. Поэтому, чтобы прижать к земле, чтобы корешки схватились, иногда нужно ходить. Можно босиком даже походить, чтобы он прижался к земле и прирос хорошо. Вот она, аквилегия, красавица. Это вероника высокорослая. Но мне писали, что это не вероника, это какое-то другое растение. Очень сильно пострадала в этом году. Ну, это гортензия. Как она называется? Скажите мне. Забыла. Ну, в общем, даже и название забыла. В общем, это гортензия. И вот так сильно она пострадала. Это большой, очень взрослый уже куст. Ну, посмотрим. Я думаю, что отойдет. Вот здесь идут листики новые. Будут свистеть в этом году, не знаю. Вот в прошлом году я выращивала. Тоже на Ф как-то забыла название. Вылетает из головы. Начинаешь, когда рассказывать, уже забываешь название. Так. Перовский тоже отходит. Видите, тронул ее заморозок. Но она начинает обрастать. Тоже красивое, замечательное растение. Здесь на опоре у меня располагается княжик. У меня три княжика. Покупала белый, розовый и голубой. У частного лица девочка занимается черенкованием. Покупала три расцветки. Они все с названием были, то есть сортовые. А по итогу получилось, что все три, и они синие. Вот так вот. А здесь новенькие лилии посадила. Вот по три штучки. Так тоже культиночкой. Сирень. Сейчас начинает свистеть сирень, когда был заморозок в мае. Конечно, она была уже на бутонах. Это сирень Sweetheart. Растет у меня уже на участке с 2018 года. Такая она прекрасная. Соцветия у нее супер красивые. Видите, они как бикалорные. То есть цветок, который уже раскрылся, он светлый. А те, что в бутоне, они сиреневые. И вот такой эффект получается очень красивый. Сперия серая. Я ее в прошлом году ставила на ножку. Видите, убрала полностью весь низ. Скрутила и шапочка, чтобы он у меня росла. Ну, подобрала вкус, потому что он очень развалистый. И очень хорошо закрывала мне здесь очень большую территорию. Приподняла, все здорово. Уже отцвела практически. Так, вот они. У меня гортензии очень много. Вот видите, как они отходят плохо. Все заморозком тронуто. На некоторых вообще просто сухие ветки. Вот гортензия довольно-таки крупная была у меня уже. И вот такие вот у нее листья. Все, здесь вообще все сухое. Все. Не знаю, здесь вообще пока ничего не проснулось. Но я в надежде, что здесь почки все-таки отойдут. Вот, идут от этих почек. Здесь вообще все сухо. Не знаю, посмотрим. Здесь вот идет тоже она. Ну, она, видите, у меня на небольшой ножке. Посмотрим, что будет. Так. Давайте уже подойдем ко второй сирене. Это сирень сорт Bifon. Смотрите, какая она тоже красивая. Очень крупные соцветия. Пахучие. Они обе сиреней очень пахнут. Аромат замечательный. Это, как видите, по форме чашообразная. Вот. Очень плохо. Прям очень плохо. Выходит будлея Давида. Вы мои будлеи знаете. У меня их здесь в миксбордере получается три штуки. И вот смотрите, вот отсюда с земли еле-еле выходят отростки. Вот еле-еле вообще. Будлеи у меня зимуют. Очень красивое растение. Прошлогодние видео можно будет посмотреть. Не буду уже отходить далеко. Это плакучая шелковица. Плакучи формы. Она просыпается очень поздно. Посмотрим, проснется в этом году или нет. Растет у меня уже в саду четыре года. Как в этом году, не знаю. Здесь я рассаживала в прошлом году. Это молодые кусты морозника. Это селся. Я селся просто рассадила сюда прям по краю. Видите, вот, вот. Ну и там дальше. Не показала это дельфиниум прошлогодний. Обрастает. Я его накрывала. Не знаю, будет цвести в этом году. Но заморозок его практически не тронул. Так, шла початка. Вот она. Вроде бы неплохо. Значит, здесь у меня участок. Круглый такой мини-цветничок. В обрамлении была лаванда. Вот тоже, видите. Это ничего. Обрастает. Этот куст буду выкапывать. Этот выкапывай. Ну, в общем, здесь у меня веники варегатные. Вот они по краю. Здесь росли три розы. Все черные. Сухари. Все выкопала. Выкопала все. Посадила сюда опять-таки свои черенки гортензии. Были все зеленые. Вот посмотрите. Вот только все здесь было сухое. Я просто подубрала уже все сушь. Вот идет одна почка. Не знаю, как. Вот это гортензия. Видите, палочка. Она должна была быть на ножке. Вот. Все здесь уже обросло. И уже ничего нет. Вот две почки. Если здесь ничего не появится, то я обрежу прям вот под эти две почки. Там гортензия. И там еще гортензия. Вот она гортензия. Вот, посмотрите. Хотя она была на три почки срезана. Так. Гвоздика перистая. Такой сизо-голубой ковер. Очень красивая. Она махровая и пахучая. Ива Хакуранишики. Вот она стоит. Там хосты в ногах у Ивы. Это Барбарис Мария. Это вот высокорослая Вероника. Ель там располагается. Вот он еще один красный Барбарис. Сейчас я вам здесь общий фон сниму, как это все выглядит. В общем, буду... У меня сейчас задача будет в этом цветнике убрать полностью все неживые кусты лаванды. Не знаю, что-то буду подсаживать или просто оставлю. И здесь тоже засажу чабрецом ползучим. Посмотрим, как получится. В общем, вот так выглядит цветник. Эта часть. Это карпит-можжевельник. Тоже он как почвопокровный. Очень близко ложится на землю. Зеленого яркого цвета. Прирост у него такие яркие, красивые. Перед темалой. За него очень боялась, потому что он прямо на землю ложится. И думала, вымокнет. Но ничего. Очень даже хорошо перезимовала. Что не скажешь о вожжевельниках. Вот этих. Посмотрите, во что они превратились. Коричневые. Вообще они вот такого красивого голубого цвета. А верхушки вот такие все коричневые. Не знаю. Хоть вот вырезай все просто. Пока оставила. Посмотрим, что будет. У меня их три штуки. Посередине растет. То есть маракт я ее делаю на ножки. Чупа-чупсом тоже я ее обрезала. Подровняла верхушку. Это еще один княжик. Но тот, видите, вроде как потемнее цвет. А этот посветлее. Вот такой княжик на опоре. Но все равно, когда покупала, хотел, знаете, покупала-то три цвета. Хотела, чтобы и три было. Но вот видите, в частном лицах купила. И такой небольшой обман. Вот он, Барбарис. Такой красивый был. Он красно-оранжевого цвета что-либо. Вот все. Полностью высох. Ни одного листочка не проснулось. Не знаю, что ему нужно было. Вот еще в Будлее Давида. Здесь вообще... Смотрите, какой у меня уже был куст. Какие уже ветки были толстые. Шикарный, высокорослый такой сорт. Темно-сиреневые метелки. Очень красивые. Не знаю, что случилось. Глициния Балюмун. Вот она на опоре. Тоже она вообще у меня просыпается очень поздно. Конечно же, она у меня еще ни разу не цвела. Сидит здесь уже 4 года. Вот, не знаю, затронула ли заморозок почки. Вот эти. Но она от корня идет. Вот она. Ну, она не от корня идет, а от вот этих нижних почек. Вот, видите? То есть, здесь что-то живое. Она у меня растет просто как лиственная такая. Знаете, лиственная лиана. Листья у нее красивые, такие рассеченные. Ну, конечно же, она у меня ни разу не цвела. Вот гортензия. Пинки-винки. Ну, вот посмотрите, что такое. Здесь хоть что-то. А здесь вообще вот еле-еле просыпается. Но я надеюсь, что она отойдет. Вот, тоже можжевельник. Это пикто-корейская. Красивая. Все, она отошла. То есть, я имею в виду, она перезимовала неплохо. По-моему, она должна здесь у меня шишки уже дать. Видите, были у нее шишечки. Ну, вот они, наверное. Красивые фиолетовые шишки были. Посмотрим, как в этом году, в общем. Так, под кусты лаванды. Взрослые, уже им по 4 года. Вот эта лаванда перезимовала. Видите, ее сразу видно. Ну, вот, чуть развалило, конечно. Баданы отцвели уже. Хосты. Вот они тоже затронулы. Самый раз, видите, коричневые. Там ранние хосты, поэтому... Вот моя еще метельчатая гортензия. Видите, еле-еле вся была зеленая. Вот они все почки были проснувшиеся. Ничего нет. Так, тоже гортензия. Ну, в общем, здесь у меня такая композиция. Растет камнеломка. Это розы. Видите, как их каменистые. В общем, так вот. Сейчас я вам общий план покажу этой территории. Вот так вот. Так, хочу ответить на несколько вопросов, часто задаваемых. Значит, первый вопрос. Почему у меня не растет трава в миксбордере? Друзья, ну, конечно же, она у меня растет. Такого не может быть. Потому что я не пользуюсь ни гербицидами, ни вот этими всякими препаратами, чтобы трава не росла. Во-первых, у меня здесь, вот этот вот столб, здесь все накрыто укрытым материалом, чтобы трава не росла. И сверху толстый слой конской подстилки. Вся остальная часть миксбордера, подстилка конская, она лежит просто на голой земле. Но изначально, когда создавала я этот миксбордер, я сначала стелила картон, а сверху толстый слой вот этой мульчи. Друзья, она очень и очень сильно спасает от травы сорной. Потому что здесь вот такая трава была, пырей и все такое. Но прежде чем здесь вообще что-либо делать, высаживать, здесь два раза вручную лопатой перекапывала земля. И вытаскивался каждый корешок. И мы это делали сами, по большей части. Здесь была моя работа, а вот эту часть мне уже, конечно, помогали. Потому что очень-очень сорный был участок. Вручную все перекапывали и вытаскивали каждый корешок. То есть, чтобы создать вот этот миксбордер, была очень сильная подготовка к этому делу. То есть, вручную перекопка двойная под лопату и вытаскивание каждого корешка. И сверху, значит, картон и толстый слой мульчи. Мульча здесь досыпается очень часто. Раз в два года я сюда завожу мульчу. Вот эту конскую подстилку. И закрываю в дополнительную землю, чтобы глушить сорняк. Во-вторых, мне помогает сорняком бороться. Это почвопокровные. В данном случае, вот в миксбордере, вы видите, я очень интенсивно размножаю чабрец ползучий. Он действительно хорошо глушит траву. Конечно, она пробивается через чабрец, это понятное дело. Но она вот так выборочно, знаете, и травой ее практически на фоне чабреца, вот этой зелени, ее и не видно. Во-вторых, по мере цветника же разрастается, занимают декоративные растения. Сорняк вытесняется потихоньку. Затем, что еще делаю? Несколько раз в неделю я просто захожу в этот цветник буквально на 15-20 минут. И пока сорняк маленький, я беру ведро и вручную руками беру и вырываю эту траву. Все. То есть я ей даже не даю подняться. Это занимает очень мало времени в день. Вот я говорю 15-20 минут, больше у меня нет на это времени. Но этого вот, что я выше сказала, достаточно, чтобы сорняк не рос. Есть травитки какие-то, ну а что делать? Периодически я их уничтожаю. Вот такие, видите, почвопокровники. Вот они. Здесь у меня вербейник поничитый, вот он разрастается. Вот и потихоньку вот так вытесняется весь сорняк. Еще один вопрос задают очень часто. Где вы берете конскую подстилку? Я ее беру на ипподроме. Приезжайте на ипподром, договаривайтесь. Сейчас, мне кажется, продают все. И каштаны конские, и подстилку также. Сейчас все продают. Раньше, если можно было на ипподром приехать и бесплатно ее набрать. Сейчас это все, конечно, продается. Сколько стоит, я не знаю. Мне привозят по знакомству, в общем, у меня там свои контакты. Поэтому на ипподроме, пожалуйста, или в частных, в конских клубах. Вот, там тоже она 100% будет. Просто здесь уже вопрос, или вы ее покупаете, или где-то можно найти лазейки и бесплатно ее набрать. Мне кажется, сейчас все продают. Вот так выглядят луки. Видите, постепенно набирают цвет. Потихоньку. Это лук свежей посадки, поэтому здесь будут головки небольшие. Поливаю. Еще вопрос, как вы поливаете такую большую территорию? Дополиваю я просто из колодца, протягивая сюда шланги, вручную поливаю с распылителя. Вот таким образом. Сейчас, допустим, жарко днем, и солнце чуть-чуть упадет, и я буду поливать, потому что цветник уже сухой. Потому что днем жарит, а вечером, конечно, температура понижается. Не очень высокая. Но за день все высыхает. Поэтому поливаю вручную. Давайте буду вам показывать сейчас еще один цветник. Это цветник, каменный цветок. Я его создавала, уж не помню, наверное, года три назад. Вот так он выглядит. Неправильной такой формы. В обрамлении тоже камень. Засыпано здесь, значит, на голой земле. Кое-где поселили картон, но очень мало. Потому что, как вы видите, здесь все растения такие низкорослые, почвопокровные, и особо ничего так не застелишь. В некоторых местах картон, и конская подстилка, и сверху щепа листиницы. Видите, она уже потихоньку уходит, эта щепа. Но подцепать я не буду. Вот как есть. Давайте вкратце тоже покажу, что здесь растет. Цветет камнеломка. Вся выращена из семян. Я камнеломку очень-очень люблю. Красивое растение. Раннецветущие. Такие кочки зеленые образуют. Здесь каменные розы. Корыта с кактусами. Это кактусы зимующие в Московской области. Тоже в этом году за них боялась, что они вымокнуты. Действительно, они немножко подмокли. Они на возвышение. Здесь самое главное, это их на возвышение посадить. Но все равно снег. Лед лежал. И некоторые кактусы покоричневели. Я их подубрала. В общем, здесь, видите, чуть-чуть проредила их. Они цветут, кстати. Здесь будет желтый цвет. Я семенами вот эту часть выращивала. Они будут розовые. Почвопокровников очень много. Лиатрис вышел. Вот он зеленый. Почвопокровные отщитки. Это, видите, как уже от жары. Это примула отцветает. Жарко. Смотрите, как она вся упала. Буду сегодня все поливать. Это низкорослая аквилегия. Черная. Смотрите, какая она красивая. Небольшой низкорослый кустик. Буквально 15-20 сантиметров. Тоже красивый. Смотрите, как отцвели уже сон-трава. Вот забыла, как они точно называются. Белого цвета. Это прошлогодняя посадка. Покупала. Тоже, видите, чабрец. Здесь небольшая композиция. Вот такая, видите, пенек разломался. А я здесь посадила растения. Вот, видите, примула все лежат. Вообще жарко. Это чабрец новый. Новый сорт. Не помню, друзья. В общем, он такой интересный. Немножко варигатный. Если помните мои прошлогодние видео про цветник этот, здесь у меня ковры были. Как оно называется, вот это растение, это забыла уже. Как начинаю снимать видео, забываю название. Вот. В общем, выращивала я его семян. Вы сейчас посмотрите, догадайтесь, как он называется. Здесь прям ковры у меня были. Семян выращивала прям много-много. Здесь все было усеяно. Ну, все, все вымокло. Колокольчики тоже из семян выращивала. Хорошо. Здесь белый и фиолетовый. Мшанка шаловидная. Если помните, у меня здесь полностью ковер зеленый был. Красивейшая мшанка. Ну, все, ее нету. Она полностью коричневая высохла, вымокла. Я сюда мыльнянку посадила. Я вам показывала обзор растений своих. Это выращивала мылья. Мылья, мылья, короче, растения. Я потом название точно вам напишу. Вот тоже сонтрова. Такая красивая. Красивый цвет, прошлогодняя посадка. Вот они почвопокровные очипки. Видите, зеленый. Это из семян я выращивала. Астроальпийская ассорти. Видите, сразу белый, розовый, фиолетовый. Вот такой вот. Видите, вот в таком состоянии сизая овсяница. Все, они полностью сухие. У меня здесь было сколько кустов. Один остался, все. Полностью все высохло, вымокло. Смотрите, прошлогодняя посадка. Это кошачья лапка. Давно хотела это растение. Я его в прошлом году купила. Маленькой-маленькой куртинкой. И смотрите, вот серединка выпрела. Не знаю, ну что ей надо. Смотрите, какая она красивая. Вот очитки желтые. Лилии, вот они. Это восточная белая сибирька. Вот она лилия. Я эти лилии накрывала, поэтому они в таком хорошем состоянии. Белая камнеломка тоже из семян выращивала. Красивая. Роза. Вот она. Это роза из горшка, которую продают. На 8 марта обычно дают. Вот она растет у меня уже лет 5 или 6. Ну здесь, видите, каменные розы. Отчетки, хосты, вероники низкорослые. Здесь у меня корыто каменное с чабрецом. Мелкий такой. Это другой сорт. И каменные розы. Вот он, чабрец тоже. Это прям мелкий-мелкий такой. Тоже есть у него название. У меня, знаете, друзья, я сейчас, чтобы память совсем не напрягать, забываю, жарко. Как видео снимаю, забываю название. У меня есть видео отдельное. Чабрец в саду. Вот там полностью с названиями все виды чабрецов, которые у меня вообще есть. У меня их, по-моему, 3 или 4 сорта. Поэтому, кому интересно, зайдите, посмотрите. Я постараюсь найти видео. Оставлю ссылку в описании под этим видео. Ну, смотрите. Красавица же камнеломка. Замечательное растение. Такая вот она. Красивая. Это ель, метал джем. Такой красивый у нее прирост. Это очень медленно растущее растение. Подушка видная. Вот еще один сорт чабреца. Это он цветет белыми цветочками. Если тот, без бордера ривьера, он цветет фиолетовыми такими, а этот чисто белый цветок у него будет. Как-то называется тоже. Это отчиток. Не знаю, покупала как отчиток Матроны. Не знаю точно. Машевельник тоже из коросовой. Звезда. Золотая звезда, по-моему, называется. Вы посмотрите, какой он вообще красивый прирост. Ярко-ярко-желто-зеленого, салатового. Не знаю, какой-то цвет. Он такой очень низко ложится на землю, как почвопокровник. Растет у меня уже тоже 4 года. И очень медленно растущие примулы. Вот здесь. Вот этот цветок. Вы мне напишите, как он называется. Я до сих пор вспомнить не могу. Вот у меня здесь были ковры в этом цветнике этих растений. Видите, и разных. Было фиолетовый, вот такой фуксевый. Разные были. Я из семян выращивала. Вот все, что осталось. Все вымокло. Камнеломка варегатная. У меня тоже камнеломок несколько сортов. Здесь на штамбе тоже такое растет. И колючий, по-моему. Брунек, по-моему, называется. Если не точно. Видите, эти колокольчики, это все из семян. Здесь у меня тоже росла камнеломка. В прошлом году я высаживала новый вид себе. Ну, вот видите, все коричневое. Вот оно. Так хорошо она пошла. Она такая ползучая. Выбрасывает ветки. Но, возможно, что она еще живет, потому что, видите, что-то зелененькое виднеется. Красиво тоже ползучее растение. Выбрасывает такие веточки и расползается. Вот, варегатную. Видите, тоже троновый мороз. Коричневая. Вот такой митсбордер. Каменный цветок. Вот так выглядит. Сальвия тоже обожаю. Вот это растение цветет фиолетовыми цветами, колосками. Ну, похоже, чем-то, можно сказать, по лаванду. Так, пойдемте, я вам сейчас еще покажу цветник. Здесь был у меня, назывался Венера. И, как видите, я его разобрала. Он был тоже обрамлен кругом из камня. Я его убрала, друзья. Потому что мне не понравился и отсыпка. Здесь был укровной материал. И сверху щебенка. Ну, камень мелкий. Мне понравилось. И в конце марта я это все в этом году разобрала. Убрала отсюда растение. Здесь растений-то много не было. Здесь вот этот камень был. Как вы помните, вот эта ель была. Плакучи формы. Потом оживельник, минджулип. Роза была. Я ее высадила. Митсбордер, ривьера. И злаковые. Два злаковых. Я их тоже высадила в ривьеру. Я вам что-то там и злаковых мало показала. Но у меня их там много. Они только выходят, отходят от мороза майского. В общем, все разобрала. Убрала. Чуть-чуть подсеяла травы, чтобы зарастало. Все. Здесь будет стоять. Я уже заказала опору для клематиса. У меня клематис есть. Я ее в этом году купила. Очень красивый. Когда придет опора, я вам буду высаживать клематис. И покажу. И клематис, и опору. Вот здесь поставлю. Ну, еще не решила, где-то здесь или здесь будет эта опора. И все. Друзья, больше здесь ничего не будет. Потому что вот мешало и ходить, и знаете, вот не к месту был цветник. Это знаете, вроде поначалу красиво, а потом понимаешь, что что-то не то. Мешает. Убрала. Сделала сама, а потом сама и убрала. Вот так вот. Здесь, как всегда, у меня стоит опора. Одна. Вот она, вторая. На этих опорах растут лиственницы. Этим опорам уже, ну сколько, по-моему, два года, да? Я их высаживала. Эти лиственницы. Вот это лиственница пендула. Сейчас я вспомню. Да, по-моему, да. Это пендула. Она на низком штамбе. Видите, штамб здесь вот он. То есть это вообще здесь буквально сколько сантиметров? Десять. Это плакучая форма. И она у меня растет вот на этой арке. То есть здесь идея, какова будет расти лиственница. И она вот так будет огибать вот эту всю опору и спускаться сюда. И образует вот такие плакучие ветки. И будет, как такая, знаете, ширма. То есть проход в ту зону и проход в эту, в огородную зону. А это лиственница стиквипер. Тоже очень низкий штамб. Сейчас вот так вам покажу. Тоже вот она, штамб. Здесь сантиметров 15. У нее сила роста чуть поменьше, чем у пендула. То есть она вот выросла. И тоже будет, как ширма. Красиво. Я такое видела уже у взрослых лиственниц. Это смотрится на арке очень-очень красиво. Здесь я закрепляю резиновыми шнурками. Не знаю, откуда я их взяла. В общем, единственное, что когда вы привязываете, конечно, нужно следить, чтобы не было перетяжек на стволе. Потому что самое опасное, когда вы прикрепляете к опоре, чтобы растение не перетянуть. Иначе здесь будет перетяжка. Все это, часть можно уже вверх будет выкинуть. В общем, о лиственницах я, друзья, сниму отдельное видео. Покажу вам все свои лиственницы, как ухаживаю и какие делаю с ними манипуляции. Давайте я вам покажу уже. Здесь можжевельник Кортсмана. Сейчас здесь засыпали. Все. Вот такой малыш. Я вообще покупала его. Он, наверное, вот такой был. Буквально там сантиметров, может быть, 20. Посмотрите, сейчас уже он какой красавец. Я его подвязываю тоже к опоре. Вот такой малыш. Так, раз о цветочках, буду вам все показывать. Это прошлогоднее творение. Живая картина. Вот так она выглядит. Ой, сделали треногу, да? Сделали раму. И здесь, значит, растение. Высажено в горшок. Это монетчатый вербенник. Здесь анюты на глазки. Корзины старые. И вот так выглядит эта композиция. Очень красиво будет смотреться. Сейчас вербенник разрастется. Он будет так свисать. Свои веточки опускать. Будет очень красиво. Это прошлогодняя задумка. Вот вам на фоне еще и гусят. Так, давайте еще вам цветы буду показывать. На ступеньки не смотрите. Их еще пока у нас нет. Значит, в горшках. Эти горшки я сплела сама. И высадила, по большей части, у меня в этом году пеларгония. Вот они. Пеларгония, это мои черенки. Здесь виолка. Отцветет, что-то другое посажу. Здесь есть семян. Я выращивала лобелию. Высокый кашпо-цилиндр. Тоже высадила. Манечетый вербенник. Цветок. Я думаю, красиво будет. Сейчас разрастется. Будет опускать плети. Красота. Это подвесные кашпо. Я их еще не повесила. Тоже пеларгония с лобелием. Это лобелия кустовая. Это сорт ривьера. Серия ривьера. Розовая. И видите, в одном пакете и такой цвет, и вот такой. А вообще настоящая ривьера, это розовая. Такой цвет должен быть. Это какой-то пересорт. Вот тоже пеларгония. Это мои черенки. Это черенки покупные. Красная. Это тоже мои черенки выращенные. В общем, у меня в этом году немного кашпо. Вот так пока выглядит. На ступеньках стоят. Возможно, что и на а-ля газон поставлю. Вот так вот. Все это выглядит. Там тоже, видите, лобелия. Пеларгония мой черенок. В этом маленьком лобелия. На время заморозков я эти все кашпо, конечно же, заносил. Потому что пеларгония одна оставалась, и у меня на улице она замерзла. Вот так вот. Посмотрите, какая красавица у меня здесь. Это самое первое дерево, посаженное на этом участке. Здесь ничего не было. Ни одного дерева не росло. Только береза. И мы купили вот эту самую первую елку. Но это не елка, это, мне кажется, это пихта. Вот так она выглядит. Смотрите, какие красивые приросты. Нижные, салатового цвета. А вообще она темно-зеленая. И трогаешь очень пахучее. А здесь, смотрите, у меня гнездо с яйцом. Самое первое дерево. Хвойное. Я, конечно, ее прищипываю, потому что ей уже этому дереву, наверное, лет 8. И прищипываю. Вот сейчас она уже, наверное, метра 3. Если бы не прищипывала, она была намного больше. И пышная, видите, какая. Ну все, друзья. У меня на сегодня все. Показала вам цветник. Цветники. Вот. Подписывайтесь в телеграм-канал. Я оставлю ссылку в описании под этим видео. Приходите, подписывайтесь. Подписывайтесь на YouTube-канал. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока.